Мы не только внедряем CRM-системы, но и способствуем развитию коллективов, строим коллективы, строим слаженные команды. Поэтому относимся вообще к внедрению всяких продуктов, очень сильно отличащихся от всех партнеров компаний Битрикса, всех компаний. Почему? Потому что я, прежде всего, сам бизнесмен, я с 2003 года занимаюсь различными видами деятельности, у меня и производственные компании были, и торговые, и прочее, и за вот этот промежуток времени я накопил огромный багаж, который позволяет понять одну такую простую истину. Как оказалось, что все мы люди, но это ни для кого не открытие, и все нам свойственные какие-то положительные качества, отрицательные. И когда начинается всевозможная оптимизация в компании, то мы сталкиваемся с тем, что люди начинают проявлять свои положительные и отрицательные качества, и это может по-разному влиять на результат. То есть руководитель ставит перед собой одни цели, а сотрудники видят немножко их иначе. И получается, что простая система, которая должна помочь сотрудникам, начинает им мешать. И поэтому зачастую мы говорим, что внедрить такой продукт, как CRM-система, очень непросто на предприятии. Почему? Потому что у нас есть такое понятие, называется поднять ил со дна. Это что значит? Если вы когда-нибудь купались в водоемах Ленобласти, вы знаете, что это песчаное и листое дно, прекрасная речка, приехали первые, все замечательно. Потом приехали другие, третьи, набаламутили, и туда уже неприятно просто входить. Так и получается в компании. То есть если нет четкого плана, если нет четкой системы в работе, то каждый приходит и начинает от себя что-то делать. В одной какой-то сущности, в второй, в третьей, четвертой, и в итоге руководитель не может понять, что происходит, и сами же сотрудники начинают нервничать, потому что нет единой картины. Плюс возникает такая ситуация, при которой система, она прежде всего, я всем объясняю, что она не полицейская, она не надсмотрщик, она помощник. И мало кто из руководителей это понимает и воспринимает ее только из позиции того, что эта система все-таки должна как бы наказывать. И в этом случае сотрудник, он демотивируется работать в данной системе и начинает саботировать, начинает изображать бурный вид деятельности. И на практике получается, что не происходит того результата, который хочет руководитель. Сегодня мы поговорим о внедрении CRM-системы с точки зрения телефонии. Сегодня Дима рассказал о том, каким же образом приходят звонки в систему, каким образом можно это организовать, как можно сэкономить, как можно получить дополнительные проценты продаж. А я поговорю, что делать с этими звонками, когда они уже в систему поступили. То есть вот у вас есть, допускаю, что у вас есть какая-то CRM-система, неважно, BITREX 24 или какая-то другая. И получив лиды, то есть надо понимать, что в любом случае мы рекомендуем опцию создавать новый лид при неизвестном номере включать. Потому что эта опция позволяет получить максимальную статистику по работе компании в целом. Речь идет сейчас по входящим обращениям, по исходящим чуть позже. Итак, для входящих и для исходящих звонков есть общие критерии. То есть они едины. Первое – это распределение по статусам. То есть любой звонок, который поступил в вашу организацию, должен иметь какой-то статус. Но не может быть просто позвонил и все. То есть он должен пройти некие шаги и превратиться либо в мусорный контакт, либо конвертироваться в контакт и в сделку, и принести вам деньги. То есть статусов нет, это значит тупо звонки. Многие компании, с которыми мы работали, используют манго-телефонию. У них, конечно, есть статистики по вызову, у них есть записи, разговоры и прочее. Но зачастую руководитель такой компании приходит и говорит мне о том, что вы знаете, я вот смотрю кучу звонков и вообще не понимаю, что происходит в компании. То есть я вижу, что звонков много. Сидеть прослушивать каждый, но это просто я потрачу все свое рабочее время. Я не понимаю, что происходит в компании. Вот для того, чтобы не задавать таких вопросов, надо каждому обращению присваивать статус. Тогда будет все четко. Не обработан, все. Значит звонок поступил, менеджер не ответил, он упал в лид и его еще никто не трогал. Уточнение информации и прочее, прочее. Распределение по ответственным. Каждый лид должен иметь ответственного. То есть если звонок поступил в систему, значит кто-то должен за него отвечать. Тут есть два сценария. Первый сценарий – на звонки отвечает секретарь или там какой-то некий ответственный. И второй сценарий – это когда есть некая такая биржа, такой технический аккаунт, на который сыплются все звонки и могут распределяться всевозможными сценариями. То есть какую выберете именно вы, я не знаю. То есть обе эффективны, то есть все зависит от количества звонков и от задач, которые хочет решать руководитель. Значит разумные, но ограниченные сроки реагирования. Разумные – это значит, что если вы скажете, что ты должен ответить на звонок за пять минут, а менеджер физически этого не может сделать, это неразумно. Это демотивирует и приводит к тому, что люди просто встают и уходят. Ограниченные – это значит, что этот промежуток не должен равен быть больше, ну не знаю, часом-двумом. Все в зависимости от сферы деятельности, от количества трафика и прочих факторов. Поэтому нужно в каждом индивидуальном случае разрабатывать вот этот промежуток с момента поступления вызова и до момента реакции на него. То есть если у вас большой трафик и вы не можете физически сразу в онлайн-режиме отвечать на звонки и вам приходится перезвонить, вы должны четко определить, что на пропущенный вызов мы отвечаем не позже, чем через час. Замеры конверсии. Ну соответственно, когда у нас есть следы в системе, мы с помощью штатного функционала можем замерять конверсию. Конверсия знаете, что такое, да? Все знают? Не надо объяснять. Ну давайте на всякий случай уточню, что конверсия это количество сконвертированных лидов в деньги, в сделки в данном случае. То есть мы замеряем, сколько у нас болтовни, а сколько денег. Чтобы понимать, мы эффективно тратим ресурсы на сотрудников или неэффективно. Они сидят, штаны просиживают, а результата нет. То есть обязательно конверсию надо замерять. То есть когда у вас стоит опция и создается лид под каждый звонок, вы в стандартном отчете видите, что допустим вот в данном примере 10%. То есть 10% от всех поступивших звонков приносят в итоге деньги. Значит, тут вот есть пункт, чуть ниже проскочу, не конвертируем контакты. Это вот такой интересный пункт, о котором мы, скажем так, столкнулись на нескольких проектах и поняли, что конверсия не будет объективной, если мы будем поступать по стандартному алгоритму компании Bittrex и конвертировать контакты. Дело в том, что в компанию позвонить может не только клиент, но и какой-то партнер, какой-то там, не знаю, сотрудник, который хочет заняться на работу и прочее. То есть это прочие контакты, не относящиеся к рабочей деятельности. Если вы их не разводите по разным номерам телефонов, то может сложиться ситуация, при которой менеджер, он поступает правильно, он конвертирует вот этот вот звонок в контакт, потому что ему нужно сохранить этого партнера. Но при этом увеличивается конверсия и складывается картина, при которой руководитель видит, что конверсия растет, а что-то как-то в денежном эквиваленте ничего не меняется. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не конвертировать контакты и компании из лидов, если вы их используете для сделок именно. Или разводить по разным номерам телефонов. То есть вот этот номер телефона у вас для продаж, вот этот номер телефона для решения всех других вопросов. Можно статус поставить, когда уже влезет, сам проваливаешься. Да, можно. Можно, но это более сложная система. При ней могут быть ошибки. Мы всегда стараемся упростить для того, чтобы минимализировать количество ошибок. Сбор причин отказов – очень важный фактор. Раньше у компании Bittrex не было статуса, который позволял собирать эти отказы. Мы создавали пользовательское поле и в него целым списком собирали. Надо понимать, вот эти вызовы, которые поступили, по какой причине они попали в мусорный статус. Почему люди не купили у вас ничего, почему они не достали того, что хотят. И как это объединить в единой статистике. Ну, наверное, примерно около полугода назад появилась такая возможность. Теперь штатным образом мы собираем все отказы, там их, допустим, здесь на слайде 57%, и можем объективно судить, по какой причине нам оказывают, потому что если мы это делаем классическим способом, а классический способ простой, сотрудник компании во время планерки и прочих, менеджер по продажам, приходит к руководителю и говорит, вы знаете, у нас дорого, у нас клиенты отказываются. Это его субъективное мнение. Здесь нет цифр. Здесь есть желание сотрудника сделать дешевле, чтобы было проще продавать. Но если у нас есть объективная статистика, это цифры, сухие цифры, то есть 10 сказали дорого, 20 сказали качество товара не подходит, 15 сказали то-то. То есть вы уже понимаете в процентах, что нужно сделать. У вас получается такой практический инструмент, который позволяет оперативно реагировать на ситуацию и изменять в онлайн-режиме вашу ценовую политику и другие. Вот. Значит, каждому лиду по задачам. Это очень важный момент. Почему? Потому что, когда трафики большие и лидов становится больше сотни, то менеджер зачастую может вообще менять логику работы и не заходить напрямую в лиды, а начинать работу с сущности, скажем так, CRM, заходя в мои задачи. Он заходит и видит, вот у него пачка задач и начинает поочередно выполнять одну, другую, третью. Он уже не скажет, что я забыл этот лид. У него есть задача, которая ссылается на определенный лид. Она говорит, что родной, тебе надо вот в этот лид зайти и позвонить. Соответственно, у задачи могут быть сроки. Вы можете проконтролировать, что он может отреагировать на эту задачу в течение двух часов. Если он это не сделал, задача просроченная. В отчете по эффективности, которая есть в системе, руководитель всегда может посмотреть, что у нас вот 50 задач, из которых 25 просроченных. Это неэффективно. Почему? Либо сроки слишком маленькие поставлены, либо сотрудник не справляется. Тут надо смотреть на каждую причину в отдельности. Теперь разберем подробнее входящий поток звонков. То есть, вот мы поговорили про общие критерии, которые относятся и к исходящим, и к входящим. То теперь мы предметно. Значит, правила обработки. Дима уже сегодня сказал, мы рекомендуем не гонять по АВР, не гонять человека по меню, чтобы он ходил и выслушивал робота. Второй момент. На звонки отвечают самые психологические стойки. Ну, это уже, мне кажется, такая банальная прописная истина, но не все это понимают. Хочу привести такой интересный пример. Значит, в одной компании мы проводили такое некое исследование, в котором увидели, что из пяти менеджеров, которые принимали звонки, два после совершения каких-то, как сказать, трудно обрабатываемых звонков, приходили в себя примерно 2-3 часа. То есть они выпадали из колеи, потому что они психологически очень ранимые люди, и услышав негативный всплеск со стороны клиента, они долго собирались мыслями, ходили на кухню, пили чай и прочее, прочее, прочее. Соответственно, отсюда делается следующий вывод. Нельзя каждого, любого посадить на входящий поток, и чтобы он эффективно их обрабатывал, эти вызовы. Нужно понимать, что не все люди психологически готовы к негативу. Вот это очень четко нужно понимать. То есть если человек не может с этим справиться, назначьте его на другую должность, переведите. То есть прием звонков может осуществляться только людьми, которые готовы выслушивать какие-то нелестные отзывы. Я уж не говорю про техническую поддержку, это отдельный разговор. Значит, в рабочее время ждать ответа 3 часа это много. Ну вот мы замеряли всякие разные виды ожидания и заметили, что во всех сферах, в которых мы проводили анализ, 3 часа это очень много. То есть зачастую сроки реагирования на пропущенные вызовы, на вызовы, которые требуют уточнений и прочее, нужно делать меньше 3 часов. Возможно, в вашей сфере деятельности цифры могут отличаться, но вот мы пока у себя видим такие, то есть не более 3 часов. Не ответили все звонок на мобильный руководитель. Очень интересный сценарий, при котором, скажем так, вот вы выстроили систему. Система четко понимает, каким образом она обрабатывает звонок. То есть кому он приходит в начале, кому он поступает в дальнейшем, как он должен надрисоваться. Так вот, если сценарии все были выполнены, но никто не смог взять трубку, достаточно распространенный сценарий, при котором сотрудники, ну, надо говорить, небольших компаний, то есть до 100 человек, они говорят, что я хочу принимать эти вызовы, ну, руководители разного уровня, я хочу принимать вызовы эти самостоятельно. То есть таким образом он в онлайн-режиме понимает, что по какой-то причине его сотрудники не справляются с работой. По какой-то причине, как бы, система прошла через все сценарии, но почему-то вот человек не ответил. То есть, соответственно, это сценарий достаточно частый, но с ним надо быть очень аккуратным, потому что если система выстроена неправильно по обработке вызова, то вам каждый третий начнет звонить. Так, правила обработки для исходящих вызовов. Ну, здесь мы поговорим прежде всего, наверное, о холодных звонках. Почему? Потому что для многих компаний это такое достаточно болезненное направление, но часто требуемое. Скажите, кто пользуется холодными звонками? Кто активно нагоняет трафик? Достаточно немало. Вот смотрите, значит, с холодными звонками все непросто. Почему? Потому что холодные звонки требуют определенной регламентации. То есть каждое действие сотрудника должно быть четко прописано. Нельзя просто сказать, вот тебе телефон, вот тебе список клиентов, звони. Это не будет работать. Вы потратите деньги на зарплату сотрудника, вы потратите деньги на телефонию, но не достигнете конечного результата, который вы перед ним ставите. Потому что это очень тяжело. Почему? Дело в том, что сейчас этим занимается очень много компаний. Есть очень много тренинговых компаний. Они придумывают всевозможные ухищрения и прочее. И тем самым они, вот я думаю, что все из нас сталкивались с холодным звонком, но как клиент. Сталкивались же, правильно? Вам звонили? Все ли менеджеры, которые вам звонили, были профессиональны? Все ли они себя корректно вели? Все ли они были неназойливыми и т.д. Скажите, были те, которые прям раздражали? Были, да? Почти все. А почему так происходит? Как вы думаете? Это очень идеально, поставили себе разговор. Именно так. Нету системы, или та система, которая есть, она не думает о том, что вы человеку звоните. Она думает о том, что вы звоните потенциальному некто, кто должен вам денег. Вот если подходить к этому вопросу, исходя из такой вот политики, то будет вот такой вот результат. Если подходить к этому вопросу, исходя из каких-то моральных норм в конечном итоге, не переступая некую границу, то таких реакций не будет. Почему многие школы говорят, что надо работать по скриптам? А мы говорим, нет, не надо работать по скриптам. Надо работать по схемам разговора. Это разные вещи. Кто знает, что такое скрипты и кто схема разговоров? Знаете, в чем различие принципиально? Ну, скрипт ты прям читаешь. Это робот. Это робот, который вот, я очень жалею, у меня обычно пишутся разговоры, жалею, не записался, очень классный разговор, звонит мне компания на сотовый телефон, продает ввод в офис. И сотрудница компании так жестко читала скрипт, что она вот реальным роботом была, у нее даже интонация была, как у робота. Я говорю, девушка, вот подождите, остановитесь, перестаньте быть роботом, ответьте мне как человек, я с вами пообщаюсь. Если вы будете дальше так продолжать, я положу трубку. Но она настойчиво продолжала бить по скрипту. Такое ощущение, что... И разговор был следующим, остановитесь, поговорите со мной как человеком, вы знаете, у нас очень качественная вода. И вот получается, что тот, кто писал скрипты, не готов был к таким сценариям, и она просто не понимала, что нужно выбрать. И я говорю, что, ребят, ну не надо так делать, но поверьте мне, в любой школе продаж вам скажут, надо, надо. И вот нужно написать такие скрипты. Мы говорим, что не нужно. Это наше субъективное мнение, но мы видим, что оно работает. Есть такое понятие, как схема разговора. Схема разговора не говорит менеджеру, что он должен сказать. Схема разговора направляет. То есть, в схеме разговора даются определенные точки, в которых менеджер самостоятельно принимает решение и понимает, как ему прийти к нужному результату, при этом не оборвав вызов и не вызов и не вызвав у клиента потенциального негативный отклик. То есть, я рекомендую только схему разговора. Значит, план активности и норматив по количеству и качеству. Значит, нужно определить четкую схему. Ну, прописывайте, то есть, я хочу, чтобы вы звонили два часа в день, к примеру, то есть, 120 минут. Я хочу, чтобы вы совершили столько-то звонков. Я хочу, чтобы у вас была расписана схема. То есть, либо вы сами для сотрудника определяете. Если сотрудник достаточно самостоятельный, он может сам состоять для себя схему. Что такое схема? Это когда вы расписываете, что я два часа трачу на сбор контактов, я час трачу на разговоры, я 30 минут трачу на перерыв, я два часа трачу на обработку входящих писем и отправку коммерческих предложений. То есть, вот все действия сотрудника, который совершает холодные звонки, должны быть прописаны. Тогда это будет профессионально. В противном случае это будет следующим образом. Сотрудник приходит с утра, набирает в себя воздуха побольше, выдавливает из себя, там, сколько-то там, 30, 40, 50. Норматив выполнил, все, выдохнул, можно дальше расслабиться. И начинает хаотично выполнять какую-то свою работу. Соответственно, продуктив от этого падает. И поэтому количество выполненных дел, которые тоже в системе можно анализировать, оно значительно уменьшается. Поэтому мы рекомендуем. Значит, если вы видите, что сотрудник самостоятельный, я всегда говорю, если он хочет сам, пускай составит сам. Пускай напишет, вы ему скажите, что ты должен отправить КП, позвонить, сделать перерыв, там, перезвонить тем, которым пообещал на прошлой неделе или в этом дне. Назначь, пожалуйста, вот как ты будешь это делать. Если он это написал сам, прекрасно. Он будет лучше работать, если он будет сам для себя писать. Если он не самостоятельный, тогда вместе с ним вы садитесь и разрабатывайте эту схему. Значит, планерки с разбором текущих статусов лидов. Очень важная штука. Почему? Потому что у вас, к примеру, есть система… Что-то не переключается. Да, значит, у вас есть система, у вас есть лиды, воронка, отчеты, статусы, все прекрасно. То есть, но почему-то нет результата. Поэтому мы рекомендуем регулярно проводить планерки. Я не знаю, как часто. В разных компаниях это происходит по-разному. То есть, в больших компаниях это вообще ежедневно происходит. В небольших компаниях раз в два-три дня. Но обязательно нужно руководитель отдела продаж или там старший менеджер. Старший менеджер садится вместе с сотрудниками и пробегается по всем лидам, которые висят. Тем самым он понимает, какая ситуация на текущий момент в компании происходит. Он понимает, в чем ошибки. Он может выборочно послушать разговоры и помочь сотруднику. Важно здесь такой один из самых главных моментов не упустить. Это то, что тут вот с критикой надо быть аккуратным. Почему? Потому что если сотрудника только постоянно критиковать, то это очень сильно демотивирует. Ему каждый раз для совершения очередной партии холодных звонков нужно будет больше сил. И, соответственно, эффективность от этого будет падать. Поэтому надо разумно и критиковать, и хвалить, и указывать на то, что вот если ты попробуешь изменить вот это вот свое поведение, то результат от этого улучшится. Значит, смотрите. Для того, чтобы грамотно проанализировать холодные звонки, в Битриксе, увы, нету пока функционала. Они сейчас это разрабатывают. Компания ITS из Нижнего Новгорода вместе с нами прорабатывает мнение клиентов и разрабатывает приложение, которое называется «Отчеты по звонкам». Это приложение доступно в маркетплейсе, стоит оно 500 рублей в месяц. Но это приложение позволяет очень детально изучить, что же происходит с холодными звонками. Почему? Потому что звонки делятся на успешные, продуктивные, пропущенные и неудачные. То есть вы можете детализировать с точки зрения того, что вот если вы открываете список звонков, вы видите, там их много, и у каждого есть время звонка. И вы не понимаете, у вас нет общей картины. Вот это приложение, оно позволяет эту общую картину получить. То есть вы определяете в настройках приложения о том, что успешные для вас это звонки более 10 секунд. То есть, соответственно, вы уже из этой всей массы отделяете, понимаете, так, дозвонился, скажем так, это значит 10 секунд. Продуктивно это значит, вот в данном случае 60 секунд. То есть если человек разговаривает больше 60 секунд, ну значит он уже достиг какого-то результата и пытается продать. И вы эти показатели включаете в ту схему работы, о которой я говорил. То есть сотрудник должен не просто звонить и совершать количество звонков, он должен стремиться к результату. То есть он должен увеличивать количество продуктивных звонков и уменьшать количество там неудачных. Соответственно, в данном приложении можно будет это видеть. Можно там по неделям, по месяцам, по сотрудникам, все это и по датам разобрать и видеть конкретные цифры. Что, допустим, вот я, к примеру, там 3-го числа 2 совершил звонка, там 6-го 1, там, и посмотреть вплоть до каждого дня, какое количество звонков было совершено. То есть это самое главное в холодных звонках. То есть после того, как у вас составлена схема, после того, как вы понимаете, как это все делать, вы должны понимать, а в чем практический результат, что происходит. Прослушивать разговоры нужно, но надо понимать, что все их прослушать нереально. Поэтому я рекомендую пользоваться таким вот инструментом. Значит, сейчас я поговорю о нашем решении. Тоже мы занимаемся разработкой приложений. Наше приложение называется «Ваш клиент не забыт». Оно напрямую к холодным звонкам не совсем относится, но оно очень связанности. Значит, к нам обратился клиент, у которого в обслуживании 12 тысяч компаний. То есть это клиент, у которого целевая аудитория составляет 12 тысяч. Вот они очень много отсеивали, и получилась все равно такая большая цифра. Отдел продаж у них порядка, по-моему, 6 на текущий момент человек. И руководитель компании говорит, я не понимаю, каким образом происходит работа с этими клиентами. То есть компаний очень много, сотрудников очень мало. Сколько эффективно может обрабатывать один сотрудник. То есть это не, скажем так, компании, в которые звонят первый раз. Это компании уже когда-либо покупавшие или потенциально могут купить и знают о вашей компании. То есть это не холодные, это уже некие теплые клиенты. И поэтому руководителю компании очень важно было понять, что же происходит. То есть сложилась ситуация, при которой у старичков, которые по 5-7 лет работали, у них в активе тысяча-полторы-две компаний. И получалось, что как бы молодые приходили, и они сталкивались с тем, что клиент содержался в базе старичка, и при разговорах о том, что давай я позвоню, не трожь моих клиентов. И получилась однажды ситуация такая, после внедрения Битрикс24 руководитель принимает решение отдать один из клиентских контактов компании Макдональдс свежему менеджеру, и он берет заказ на 10 миллионов рублей в первый месяц своей работы. Менеджер-старичок в течение трех лет не мог ничего сделать. Как это произошло, у руководителя компании не было вообще ответов на этот вопрос, и он сказал, что надо с этим ситуацию как-то менять. Я хочу понимать, что происходит. Поэтому мы написали приложение, которое присваивает статус каждому клиенту. Эти статусы теплый, холодный, горячий, в работе и пропал, и новый клиент. То есть, соответственно, находясь в определенном статусе, компания может в нем существовать определенное количество дней, не больше. Клиент не может быть вечно в работе. В логике нашего приложения клиент может быть в работе только если активные сделки открыты. Как только активные сделки закрываются, он падает в горячий, в теплый, в холодный и, наконец, пропадает. И, соответственно, каждому менеджеру, отвечающему за контакт, раз в энное количество определяемое настройками приложения, период приходит сообщение о том, что, вы знаете, через три дня у вас пачка клиентов, они станут холодными. И, наконец, когда поступает последний статус, и сотрудник теряет, там можно несколько сценариев организовать, один из которых все потерянные клиенты переходят к другому менеджеру. Это совершенно объективный инструмент. То есть он не содержит каких-то элементов, скажем так, эмоционального решения руководителя, которые зачастую бывают. Вот поверьте мне, когда руководитель делопродаж приходит и на каком-то нервике забирает клиентов у человека, который как бы, ну, старался, работал, у него не получилось. Это сито, через которое проходит пять статусов, позволяет четко определить. Но если ты не делаешь ничего, то, соответственно, ну, извини, ну, как они могут быть твоими? Мы должны вместе работать, вместе зарабатывать. Если ты не можешь этого сделать, скажи, почему. Если нет, ну, извини. Вот. На этом как бы я хочу свой монолог завершить. Если есть какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.